Дорогие друзья всем привет сегодня зайдет речь о топ 5 видео уроках как сделать спиннер со спиннером люди везде и в кровати и в туалете везде в общем но перед началом просмотра давайте поставим лайк и коммент этому видео чтобы у тебя был такой же крутой спиннер спиннеры как я понял слишком дорогие и люди их решили сделать сами или хайпануть на них как я кто его знает делают спиннеры даже весом по 3 килограмма но очень большие кто-то делает их маленькими кто-то делает их большими даже из арбузов и даже из гелия и в этом видео вы увидите топ 5 работ по созданию спиннера может вы подберете что-то и себе сегодня я выбрал топ 5 видео для вас погнали а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как я уже говорил, подшипники туда подходят просто идеально Кольца будут стыковаться вот в этих местах, поэтому там нужно счистить наждачкой до прямой стороны Вот примерно так должно получиться Теперь в местах стыка нагреваем сожигалкой и соединяем две детали вместе Получается очень надежное сварное соединение И можно зачистить всю конструкцию целиком Ну и для пафоса я решил покрасить его синим маркером Спиннер получился очень прикольным и симпатичным Этого способа вы не найдете, наверное, нигде Потому что я сам его вчера придумал Для следующего способа нам понадобится циркуль И как в моем случае 6-мм кусок МДФ Для начала рисуем окружность с радиусом 26 мм Затем на эту окружность устанавливаем циркуль и делаем отметки с двух сторон Теперь расставляем ноги циркуля между получившимися точками И делаем еще одну отметку на окружности У нас получились 4 точки, в которых нам нужно сделать отверстие пировым сверлом на 22 мм У меня это садковое перьевое сверло со сменными насадками Это на 24 мм, сточенное по краям до 22 мм Я все равно их несколько Затем в руки берем лобзик и вырезаем, отступая от краев примерно по 4 мм Теперь с помощью наждачки и напильника можно исправить то, что с самого начала не получилось сделать ровным Чтобы было совсем четко, можно покрасить краской У меня нет кисточки, поэтому обмазываю пальцем И да, краска какая-то акриловая из тюбика Теперь я оставил сохнуть его на солнышке Не забываем ставить подшипники, а то сами понимаете, что крутиться он не будет Ну, этот получился самым крутым, потому что я как бы делал его для себя изначально И я себе его и оставлю Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok